Постановка с театра «Современник» по пьесе «Присли» не уходит далеко от оригинала. Лондон, 1935 год, тихая предмессия. У Джорджа Редферна стабильный доход, хороший дом, милое хобби, тюблица с помидорами и чтение детективов. Казалось бы, безоблачная жизнь, но родственники хотят поживиться состоянием Редферна. Александр Самоленко играет его роль в мягкой ироничной манере, что даже непонятно, шутит он или нет. Итак, друзья, звучит фокстрот «У меня новая малушка» по исполнению оркестра Фрэнка Гудель. И фокстрот этот звучит персонально для Редферна, по заказу его жены. До такой степени удалась его жизнь. И дочь, и сестра жены с мужем, что в который раз приехали и живут в доме, благополучие воспринимают как данность. И почему бы в таком случае не одолжить у хозяина денег? АПЛОДИСМЕНТЫ Чите Бэксли совершенно необходимы 400 фунтов. Но лучше просить сразу больше, ведь у Редферна, считают они, не забот, не хлопот, завел себе дело, и оно катится, как по маслу. 450 пунктов, да плюс 250, которые у меня 450 нужно. Просто какие-то бешеные деньги. Когда ты погружаешься в материалы и произносишь какой-то текст, конечно, ты погружаешься и в обстоятельства, и в менталитет. Хотя не могу сказать, что мы стараемся играть прям англичан, нет. Потому что это очень жизненная история, и узнаваемые персонажи, и они могли бы быть не только в Англии, но и в России тоже. А тут еще и жених дочери просит одолжить несколько сотен фунтов на начало собственного дела. И абсолютно невозмутимо Редферн заявляет, что его фирма – просто прикрытие, а занимается он тем, что вносит посильные коррективы в работу Центрального банка. В последние пять лет в этот дом не попало ни единого пения, заработанного честным трудом. Иди неосторожный шаг, и я всягну. Чего? Как ты доказал? Жанр, который мы играем, во все случаи, сейчас-то мы играем все-таки комедию в большей степени. А в начале это была такая, ну, странно неопределенный жанр, поэтому первые, наверное, несколько спектаклей мы примирялись к друг другу и к этому спектаклю, как же его играть. Сейчас уже более-менее понятно, и мы уже там спектакль 20-й, наверное, играем, и более-менее понятно, жанр – это все-таки ближе к комедии, с детективным уклоном, скажем так. Вы просто представите, что я вступил в этот письмо только потому, что у меня был нужный сорт бумаги для изготовления больших людей. А теперь я являюсь одним из руководителей. Так полусерьезно и развивается комедийное действие с детективным уклоном. Театр «Современник» приехал с гастролями в Ростов после паузы в 12 лет. И помимо этого спектакля в программе «Творческий вечер» народного артиста России Владислава Ветрова. Галина Белоусова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.